Дезинфекция подъездов на улицу Крупинова проходит с 10 до 14 часов. Дмитрий Слепов говорит, что за час ему удается обработать 4 подъезда. Средств для такой уборки хватает. Причем обрабатывает он не только стены поручни, но и входную дверь с придомовой территорией. Дезинфекция подъезда в городце проходит два раза в день. Если нужно будет нарастить свои объемы и кратности, то мы это сделаем непременно. В своей работе мы руководствуемся сейчас рекомендациями Роспотребнадзора, Государственной жилищной инспекции. На ближайшую неделю средства закуплены. Это хлорсодержащие специальные средства, концентраты, которые разводятся в специальном порядке. Но у нас сейчас еще закуплены средства, то есть мы уже их оплатили. Ежедневно проводится и обработка контейнерных площадок. Ее на этой территории проводит муниципалитет. После дезинфекции здесь появляется буклет с датой, когда проводилась обработка специальным средством. Мы закупили дезинфекцию средства Березина, то есть порядка 100 литров. У нас есть договоренности, если нам еще потребуется, то есть объем дополнительных 100 литров будет закуплен. А это уже центр города. Обработка лавочек и мусорок проводится как и рядом со зданием администрации, так и в парке культуры и отдыха. Не забывают дезинфекторы и про обработку детских городков. Проведение всех работ контролирует государственная жилищная инспекция. Графики соблюдаются. Мы также проверяем у правящей компании и у муниципалитета сертификаты на дезинфекцирующие средства. Соответствуют ли они тем заявленным требованиям, которые необходимы быть для проведения дезинфекции именно от данного вируса и других. Предполагается, что на этой неделе специалисты проведут контрольное обследование территории. Дарья Кульбакина, Михаил Городников. Время новостей.